Ассаламу алейкум, хормиято казахстанцы, дирмин ергали. Вот сегодня хорошая, я считаю, статья в интернете, которая называется «Как бесплатно получить участок под строительство собственного жилья?» Вопрос-ответ. Земельный участок предоставляется в частную собственность в размере 10 соток. Граждане Казахстана имеют право получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. Земельный участок предоставляется в частную собственность в размере 10 соток. И при этом неважно, имеете ли вы другую недвижимость. Понятно, да? При этом неважно, имеете ли вы другую недвижимость. То есть бесплатно земельный участок вы под индивидуальное жилищное строительство получите бесплатно. И неважно, есть ли недвижимость, нет ли недвижимости. Значит, в предполагаемом ниже материале вы найдете порядок действий под данным вопросом, сообщает закон ТОЖКИКИЗЭТ. Так, давайте прочитаем эту статью полностью. Подача заявления на получение участка. Куда и с какими документами обращаться. Заявление в произвольной форме о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства нужно запомнить в том акимате, к которому относятся земельные участки. Понятно, да это? То есть в заявлении необходимо указать цель использования земельного участка, его предельные размеры, местоположение, спрашиваемое право пользования и информацию о наличии какого-либо другого земельного участка, которое могло бы вас устроить. Срок рассмотрения. Общий срок рассмотрения заявления составляет 2 месяца. Акимат направляет документы в полномоченный орган по земельным отношениям и архитектуре для определения возможности использования и спрашиваемого земельного участка. Срок рассмотрения 10 рабочих дней. Далее, в течение 2 рабочих дней направляется на рассмотрение земельной комиссии. В случае отсутствия подготовленных площадок для отвода, заявление берется на специальный учет, то есть ставится в очередь. Затем, в течение 2 рабочих дней выдается уведомление с указанием номера очереди в общей списке. При появлении готовых площадок, вам направят уведомление о необходимости предоставления заявления в течение месяца со дня готовности площадки. Информация о подготовке площадок для отвода и списке очередностей на получение земельного участка является открытым и размещается на веб-сайтах Акиматов или путем опубликования местных СМИ. Предоставление земельного участка. Как только настанет очередь получения, вам необходимо будет обратиться в правительство для граждан ЦОН и предоставить необходимые документы для оформления права временного возмездного пользования. То есть аренды на выделенном земельном участке. Затем необходимо написать обращение на установление границ земельного участка и получить идентификационный документ на земельный участок. После подачи электронного заявления на получение паспорта объектов недвижимости заказать. То есть все это в ЦОН. Нужно учесть, что платить за землеустроительные работы и изготовление актов необходимо вам. Ставки сборов можно посмотреть в приказе об утверждении цен на товары, работы, услуги, производимые или реализуемые государственной корпорацией правительства для граждан. Оплата производится в НАО ГК правительства для граждан. То есть тоже там же в ЦОН. Через полгода с момента выдачи акта на землепользование необходимо сдать жилье. То есть подписать акт о вводе индивидуального жилого дома в эксплуатацию. Так, оформление и получение актов на право с частной собственностью на земельный участок заказать. Только в данном случае земельный участок может быть предоставлен в частную собственность. Если же в течение полугода дом не построен, необходимо обратиться в ЦОН и продлить срок временной аренды до одного года. Если же в течение двух лет земельный участок не будет использован по назначению, то есть не будет идти стройка или эксплуатация индивидуального жилья государства в праве его изъять. Статья 92 земельного кодекса. При этом также придется возместить ущерб государству по статье 93 земельного кодекса, если не было препятствий непреодолимой силы. Таким образом, получая земельный участок от государства полноправным хозяином участка, вы можете стать только тогда, когда дом будет построен и сдан в эксплуатацию. До этого момента он находится во временном пользовании аренды. Для получения в частную собственность земельного участка, который ранее был предоставлен на праве временного отместного землепользования аренды, необходимо предоставить заявление, удостоверение личности, акт приемки в эксплуатацию построенного индивидуального жилого дома, идентификационный документ на земельный участок. С момента предоставления документов, решение Акимата о предоставлении права частной собственности на земельный участок принимается в срок до 7 рабочих дней. Далее необходимо зарегистрировать права на земельный участок. Государственная регистрация прав обременения на недвижимое имущество заказать. Чтобы проверить результат оказания услуги, можно получить справку о зарегистрированных правах обременениях на недвижимое имущество. Получение справок о зарегистрированных правах обременениях на недвижимое имущество и его технические характеристики заказать. То есть вот такая вот хорошая статья. Тот, кто мечтает построить себе дом, то есть вы можете получить бесплатно себе частную собственность 10 соток земли. То есть независимо, еще раз повторю, независимо, есть ли у вас другая собственность, нет ли. И понятно, да, если есть в городе, вот отводят же под жилищное частное строительство места. И вот если там есть свободные места, то вы вправе оттуда получить и в течение полугода должны что-то там построить. Хотя бы за полгода, как обычно, залить фундамент хотя бы. А потом пойти и продлить еще на год. То есть чтобы фундамент устоялся, как обычно делают у нас на севере. А потом уже построить дом. А когда дом построили, уже все его зарегистрировать. И все, и ваш земельный участок вам предоставится бесплатно. То есть это очень хорошие, я считаю, возможности для тех, кто мечтает построить дом. У кого есть на строй материалы, деньги на оформление. Поэтому в добрый путь, друзья мои. Кто мечтает построить дом, то пожалуйста. Используйте вот этот вот закон. То есть я оставлю ссылку на этот сайт, на эту статью. Можете показывать тем специалистам, которые сомневаются в этом. Или еще что-нибудь там. В том же Акимате, например. Которые отстают от закона. Понимаете, да? С вами был Иргали. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, а я продолжу, значит, свою деятельность. Буду извещать вас о самых интересных, значит, таких моментах, новостях, законах. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, друзья мои. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракатах. Всем вам удачи. С уважением. Иргали. Субтитры сделал DimaTorzok.